Тише едешь, дальше будешь. Народная мудрость особую актуальность приобретает зимой, как только столбик термометра опускается ниже нуля. В такую погоду резко возрастает статистика ДТП, нередко с летальным исходом. Чтобы авто и водитель были в целости и сохранности, последним нужно постоянно работать над своей квалификацией, а точнее над ее повышением. Среди автолюбителей все больше становятся востребованы курсы контраварийного вождения. Ветеран украинского дрифта Александр Гринчук рассказал нам, что именно на подобных курсах он научился полностью контролировать машину. За пять лет поисков, что же делать на дороге, как избежать и быть готовым ко всему, привели меня на курсы контраварийного вождения. Мой любимый пример, я всегда в интервью привожу, что цвет асфальта может подсказать, как долго тебе тормозить на нем. Чем он темнее, тем он более влажный, соответственно, сцепление с дорогой меньше. После 10 уроков, всего лишь 10 уроков контраварийного вождения, у меня появились уже какие-то мышечные рефлексы, которые, опять же, помогали не раз справляться с заносом на дороге. Даже вот такая полноприводная штука иногда срывается в занос. Огромную популярность во всем мире приобрело экстремальное вождение, но его, подчеркивают эксперты, не следует путать с контраварийным. С экстремальным вождением мы не встречаемся каждый день на дорогах, но мы видим его примеры в боевиках с автомобильными погонями, в работе каскадера, в компьютерных играх. В свою очередь, контраварийное вождение – это способность быстро реагировать на неадекватность водителей и пешеходов на дорогах. Помимо этого, каждый водитель обязан правильно подготовить автомобиль перед выездом на заснеженную дорогу, говорит инструктор автошколы Федор Юрченко. «Прежде всего, перед тем, как оказаться на одесских зимних дорогах, прежде всего водитель должен внимательно отнести свои техники и подготовить ее к осенне-зимнему периоду. Проверяем систему охлаждения, систему подачи теплого воздуха, то есть обогрева салона. Проверяется жидкость, при возможности замена этой жидкости охлаждающей. 1 ноября можно смело переобувать свой автомобиль, менять летние шины на зимние для большей уверенности и хорошего комфортного вождения зимой». Уроки зимнего вождения заслуживают отдельного самостоятельного изучения. Зима готовит целый набор факторов, которые нужно принять во внимание, чтобы исключить любые опасности для водителей, пассажиров, а также других участников дорожного движения. Зимнее вождение весьма специфично. Необходимо учитывать климатические условия, особенности дорожного покрытия и, что немаловажно, поведение автомобиля. «В зимний период, осенне-зимний период, вообще не должно быть резких движений, ни торможения, ни резкого поворота руля. Все должно быть плавно и своевременно. Не подъезжать препятствию и резко тормозить. Естественно, вас занесет и либо вы столкнетесь с этим препятствием, либо вас в сторону уведет на встречную полу, что еще хуже». Профессиональные водители тоже живые люди и не застрахованы от аварии. Наш собеседник Александр Гринчук поделился с нами незабываемой историей. «Девять вечера, гололед. Я очень тихонечко еду по улице Троицкой. Скорость не превышает 30 км в час. И вижу зеленый свет. Пытаюсь спланировать это все движение на зимней резине, но гололед. Очень жесткий гололед был. В момент, когда я подъезжаю к перекрестку, я вижу 24-ю Волгу, которая на красной, не в состоянии остановиться. Я пытаюсь увернуться от нее. Машина на переднем приводе выставляется в какой-то безумный угол, и мы с Волгой расходимся вот так вот. В момент, когда я пытаюсь машину вернуть обратно управление ею, это не получается, и меня очень четко разворачивает и несет вот в этот чугунный столб». Автолюбители, а точнее автопрофессионалы призывают всех участников дорожного движения быть вежливыми друг к другу. Подрезав кого-то, вы без особых угрызений совести можете поехать дальше, а тот, кого вы таким способом опередили, может не справиться с управлением. Последствия могут быть самые разные. «Это те ситуации, которые у нас встречаются на дороге, конечно. Нам бы хотелось, чтобы их не было. Но есть такие водители, это беспечность и недальновидность. Человек уехал, вывернулся сюда, подрезал кого-то, следующий водитель растерялся и не смог справиться с управлением, и уходит с дороги. Либо удар происходит об бордюр, и потом печальные последствия». Телеканал «Репортер» призывает всех автолюбителей быть внимательными на дорогах в зимний период. Помните, что в этом деле спешка ни к чему. Лучше опоздать на полчаса, чем попасть в ДТП и стоять часами, дожидаясь полиции и скорой помощи. Василий Базовлук, Константин Нищерет, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».